Ситуация экономическая, в которой мы сейчас находимся, и вообще для перспективы развития необходимо увеличение притока иностранных инвестиций. Мы это прекрасно понимаем, поэтому в области создания более привлекательных условий рассматривается целый пакет предложений, связанных с соответствующими налоговыми, будем говорить так, преференциями, через формирование свободных экономических зон, через формирование соответствующих налоговых, будем говорить так, каникул для инвесторов, которые будут желать инвестировать на территории Приднестровья в проекты, которых на территории Приднестровья, например, ранее не было. Поэтому мы готовы пойти на беспрецедентные меры, будем говорить, не налогообложения по основному виду деятельности, для того, чтобы создать условия предпосылки повышения занятости граждан в Приднестровской Молдавской Республике. Эти все законопроекты и законы в этой части будут предложены в период апрель-май месяца, и надеюсь, они пройдут успешно в парламент. Спасибо. Кроме этого, не буду останавливаться, кроме этого мы предложим серьезный пакет уменьшения нетарифного регулирования в различных сферах деятельности, для того, чтобы создать условия предпосылки, уменьшение, будем говорить так, влияния бюрократической машины на инвесторов. Мы имеем историю переговорного процесса. В течение 20 лет были попытки и не одиннажды достичь политического соглашения о статусе предпосылки Днестровья. И мы знаем, что эти соглашения в той или иной мере не были реализованы или не были даже подписаны. И политическая такая атака на этом уровне в переговорном процессе не привела к должному результату. Мы сейчас считаем, что необходимо пойти по другому пути, разблокировать в первую очередь наиболее важные для граждан Приднестровья, для граждан Молдовы вопросы, которые были ранее блокированы. Это вопросы перемещения граждан, перемещения товаров, то, что я говорил. То есть мы считаем, что через тактику мелких шагов можно наладить конструктивное взаимодействие в области экономики, в области культуры, в области спорта, создать наиболее благоприятную среду для того, чтобы в перспективе обсуждать более сложные политические проблемы. На наш взгляд, в наше время создавать искусственные припоны для функционирования экономики – это не совсем благоразумно. И такие ограничительные меры, к сожалению, на сегодняшний день действуют и не создают предпосылок для того, чтобы для инвесторов было привлекательно инвестировать или в Приднестровье, даже в Молдову. Так как Приднестровье находится в непосредственной близости с Молдовой, граничит, я думаю, что такая тактика взаимовыгодна, и она должна послужить формированию тех мер доверия, о которых мы все много говорим, но реально мало реализуем. Поэтому Приднестровская сторона внесла предложение по упрощению процедур перемещения через границы, в том числе с Приднестровьем, с Молдовой и с Украиной. Внесла и реализовала конкретные действия в области расширения условий для взаимной торговли, в том числе с Молдовой. Внесла ряд предложений по восстановлению железнодорожного, автотранспортного сообщения, рассматривать перспективы восстановления телефонной связи с Молдовой. Вот эти коммуникации чисто человеческого уровня должны быть, на наш взгляд, восстановлены, и только после этого будут, на мой взгляд, и на наш взгляд, более широкие возможности для обсуждения политических проблем. То, что касается миротворческого формата, хотел бы отдельно обознать еще раз позицию. Мы на сегодняшний день находимся в ситуации, когда действуют соглашения о принципах урегулирования еще послевоенной, 92-го года. После этого периода, хотя это было уже 20 лет практически назад, к сожалению, не удалось во взаимоотношениях с Молдовой прийти к какому-то взаимоприемлющему политическому регулированию, к какому-то конкретному документу, который бы определял бы статусные возможности и так далее. Поэтому, будем говорить так, конфликтность на сегодняшний день присутствует. Она просматривается и в области экономики, она в области информационной политики, в области дипломатических взаимоотношений просматривается. И сегодня миротворцы, находящиеся на берегах Днестра, они продолжают поддерживать мир, и это реально. Потому что, действительно, политические предпочтения, будем говорить так, сторон, они за эти 20 лет являются, будем говорить, разнонаправленными. И в этой связи необходимость миротворческой операции, она нисколько не снизилась, на наш взгляд. Поэтому мы выступаем за то, чтобы пока не будет выработан всем объявляющий документ, затрагивающий все аспекты дальнейшего взаимодействия с нашими соседями, значит, миротворческая операция должна на берегах Днестра реализовываться. Но мы знаем, что наши партнеры вносят другие предложения, определенных изменений к миротворческой операции. Мы предлагаем за столом переговора сейчас эти вопросы не обсуждать, потому что считаем, что более важным это в повестке дня постановка вопросов в тех сегментах, о которых я говорил. Это области экономики, транспорта и связи. Поэтому мы на своей позиции будем настаивать, пока не пройдем соответствующие этапы нормализации взаимоотношений с нашими соседями в тех отраслях, которые я называл. Но в Приднестровье в целом положительно восприняло назначение Дмитрия Рогозина представителем столь высокого уровня по Приднестровью. Во-первых, мы считаем важным то, что на сегодняшний момент у нас есть площадка, на основании которой российские граждане, проживающие в Приднестровской Молдавской Республике, могут более тесно взаимодействовать с официальными властями именно в Российской Федерации. Есть конкретное высокопоставленное должностное лицо, которое будет, на мой взгляд, более оперативно рассматривать эти проблемы, которые на сегодняшний день в Приднестровье у российских граждан есть. И мы выражаем надежду, что после назначения Дмитрия Рогозина представителем будут решены те проблемы или будут рассмотрены более динамичные те проблемы, которые десятилетиями не решались. В частности, одна из проблем фактически отсутствия консульского обслуживания, должного консульского обслуживания в Террасполе, довольно большой представительной группой компактно проживающих российских граждан в Приднестровье. У нас чуть более 150 тысяч граждан, и есть проблемы с консульским обслуживанием, есть проблемы с дальнейшим определением возможности обучения в российских вузах и так далее. То есть эти проблемы, будем говорить, человеческие, необходимо решать. Есть, безусловно, проблемы, которые мы хотели бы разрешить в области экономики, транспортного сообщения, и мы надеемся, что в рамках консультации найдем ту формулу, которая будет приемлема нашим соседям Украине, Молдове, и выгодно Приднестровью. И мы, будем говорить так, имеем высокие ожидания, что страна-гарант Российской Федерации, имея такого высокопоставленного представителя, сможет более динамично продвигать интересы, защищающие, в первую очередь, граждан Российской Федерации, но и всех приднестровцев в Приднестровье. Беусловно, будем говорить, львиную долю помощи оказывает Российская Федерация. Это помощь, в первую очередь, экономического плана. Вы знаете, что реализуется на территории Приднестровья ряд проектов поддержки пенсионеров на территории Приднестровья, поддержки дошкольных, общепрозвательных учреждений, даже на улучшение качества питания, потому что есть проблемы с обеспечением данных учреждений. Эта поддержка была оказана и аграрному сектору, поэтому я хочу сказать, что основную поддержку оказывает Российская Федерация. Да, есть элементы иной поддержки через определенный блок общественных организаций, международных, российских, из Украины в том числе есть, но этот объем незначительный и несопоставим с Российской поддержкой, поэтому, пользуясь случаем, хочу поблагодарить, в первую очередь, тех должностных лиц в России, те общественные организации в России, политические партии, которые инициируют вопросы оказания помощи, в первую очередь, россиянам, проживающим в Приднестровье, российским гражданам и в целом приднестровцам, потому что, действительно, в силу ряда обстоятельств, в том числе непризнанности, люди находятся в сложных социально-экономических условиях, и в этих условиях, проживая в Приднестровье, сталкиваются с серьезным блоком проблем, которые мы, как государство Приднестровье, как самостоятельно сейчас на данном этапе в полном объеме решить не можем. На сегодняшний день мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы было большее понимание тех процессов, которые происходят в Приднестровье, понимание того, что в экономике Приднестровья идут структурные изменения, меняется правило для работы в Приднестровье, правило, причем, меняется в том направлении, что эти правила равны для всех экономических агентов Приднестровья. Раньше у нас были некоторые отклонения от этих правил, и теперь эти элементы корректируются. Второе, что хочу сказать, что у нас на границе действительно находится миссия ЮБАМ, это на Приднестровской, украинской границе, и, с другой стороны, на границе Приднестровско-Молдавской находятся соответствующие должностные лица Молдовы, и за это время ни одно должностное лицо, ни ЮБАМ, ни Молдовы не продемонстрировало каких-либо доказательных фактов в отношении тех обвинений, которые были озвучены ранее. Поэтому мы считаем, что это все было в рамке такой дезинформации, и, конечно, хотели бы, чтобы это понимание было, в первую очередь, у наших инвесторов. Сейчас в правоохранительных органах, в таможенных органах Приднестровско-Молдавской республики, в государственных администрациях городов и районах проведены соответствующие изменения, структурные, ряд новых должностных лиц назначены, иной уровень, на мой взгляд, взаимодействия, уровень прозрачности иной также, что позволяет любому инвестору, кто заинтересован в работе в Приднестровье, понимать более четкие правила, которые сейчас существуют. С точки зрения внешнего восприятия, конечно, Приднестровье пока что, на мой взгляд, в информационном поле недостаточно присутствует. Мы надеемся, что мы изменим в ближайшее время именно это положение для того, чтобы снять все наносное. Хотелось бы, чтобы присутствовали принципы прозрачности, ясности и четкости. Я думаю, эти принципы должны поддерживаться нашими партнерами, нашими соседями, и в этом направлении мы будем двигаться.